итак память для истории скажем так 37 недель и 3 дня сегодня уже с прошлой пятницы я лежу в роддоме положили меня сюда с раскрытием шейки два пальца после осмотра 36 половиной недель по узи малышка наша три с половиной килограмма уже а также поставили многоводие вроде как умеренное многоводие и вот уже прошла неделя я очень многих отправила рожать из палаты с моей из других палат и сначала вообще ничего не хотелось просто хотелось полежать отдохнуть на рожать как особо как-то не хотелось когда ты тут уже неделю полежал то конечно хотелось бы уже что были какие-то действия к тому же ты понимаешь что в таком сроке уже в доношенном сроке но отсюда уже как бы без без детенка не уходят но смешанные чувства потому что я очень боюсь как бы это смешно не звучало но я боюсь рожать в шестой раз не страшно прям вот как как обычно и в пятый раз было страшно рожать из 4 только в первый наверное не страшно было потому что не знаю что тебя ждет какие-то ощущения пускай они не супер прям прям вообще капец болезненные до больно да надо терпеть да неприятно но потом эмоции конечно невероятно когда ты видишь своего ребеночка когда ты берешь его на ручке но все равно вот этот вот эти несколько часов которые нужно пережить когда ты рожаешь готовишься именно рожать даже они тяжелые ну соответственно целую неделю сидеть в роддоме это очень тяжело морально потому что потому что ты готовишься что тебе скоро будет больно дома ты об этом как-то не думаешь потому что тебе есть чем заниматься а то заниматься нечем особенно когда вот и один в палате постоянно меняются люди и кто-то приходит кто-то уходит рожать и ты лежишь или играешь в игрушки или читаешь или смотришь фильм в общем все время ищешь чем бы себя занять для того чтобы не нервничать для того чтобы но просто проходило время потому что я к примеру сегодня понимаю что мне до вторника по сути до 38 недель никто делать ничего не будет поэтому просто приходится лежать и ждать выходные понедельник я очень надеюсь что во вторник меня возьмут на кресло и скажут что уже там все готово мы можем идти рожать потому что в четверг меня заведующая брала на кресло сказала что шейка только готовится еще к родам ну как бы она лучше уже чем было в прошлый четверг но еще не готова она еще не созревшие и головка доченьки стала ниже но еще не очень низко ну то есть как бы еще есть зазор времени при то меня из роддома уже не выпускаю между самое обидное что я могла бы быть дома с детками с мужем очень скучают все и я скучаю тяжело на самом деле хочется хочется чтобы потом когда я тазбок прожу благополучно чтобы можно было посмотреть и вспомнить о том что все это очень тяжело морально это не просто боль которую нужно перетерпеть это это боль душевная того что ты как бы от тебя здесь ничего не зависит ты находишься в роддоме вдалеке от близких и близких не видишь и пускай это всего неделя прошла для кого-то всего для кого-то целая неделя целую не ведь неделю не видеть родных это это сложно особенно когда дети постоянно спрашивают мамочка когда ты приедешь мамочка очень скучает сказать когда мамочка приедет не может потому что мамочка не знает и вот сижу жду сама понимаю что скоро эти не закончатся что это последние дни мои с животиком последние не животик большой такой тяжелый и доченька в нем живет и как беременность подходит целом концу к концу подходит но ждать в роддоме сложно скажем так это не курорт это не санаторий это не отдых кстати вот папочка несет покунок малюка на улице если видно отсюда такую огромную-огромную коробку видно выписали папа понесет домой в общем тут сидишь как снайпер на окне по ходу единственное развлечение сидеть в окне и наблюдать за тем кто куда ходит и что там происходит а так то хочется плакать и периодически плачу так легче спасибо еще там храм есть тоже напротив там он луковка видно тоже очень помогает помолишься и понимаешь что ты не один господь с тобой тебя хранит направляет наверное уже буду записывать следующее видео после родов там же честно говоря настроение не ахти совсем и наверное потом вообще кучу повырезаю из этого монолога очень нужно было выговориться так я в счастливом ожидании моей маленькой девочки